друзья всем привет вы на канале психологи не в моде и психологи не мы потому что мы закончили один университет с катей нгу просто в разное время а в моде потому что до в моде потому что мы с лены так или иначе к моде принадлежим мы в моде работали ему моды увлекаемся мы считаем что одна из самых важных сфер поэтому мы здесь об этом и говорим я работала в моделинге 10 лет я работала стилистом училась на дизайнера мы подумали что это будет очень интересно добавить какой-то психологический комментарий к модным обзором у нас будет каждый выпуск начинаться с модного гадания на тишина ракуле мы будем вытягивать каждый выпуск какую-нибудь карту и так или иначе то что будет на этой карте будет присутствовать следующем нашем видео картинка не объясняет и не определяет тебя всегда будь рок-звездой ну и работой светясь и будь лучшим ангелом запомнили закрепили и следующий раз вспомним об этом выпуск первый на канале мы начнем с обзора оскара 2023 года тем более что там есть о чем поговорить и у нас будет несколько блоков и первый блок мы начнем с лучших образов по нашему мнению мы не эксперты но мы хотим собственно высказаться и первым нас в этом списке кара дельвинь и ее просто триумфальное возвращение наверное свет после всех событий в ее жизни этот оскар примечательным тем что дорожкой впервые не красная она цвета шампань оскар 2023 года наполнен розочками на самом деле но здесь это роза асимметрия вот с акцентом на плече виде розы здесь это выглядит выглядит очень дорого очень красиво да ну и отметим что это платье от или сап они будут дальше у нас подборки популярный дизайнер на этой дорожке оказалось ну и конечно дополняет все очень круто украшение от булгари они заслуживают вообще отдельного внимания но сегодня мы говорим именно о платье следующее у нас это жанель моне в платье или в комбинации от веры вонг очень красивая архитектура юбки то есть это прям такая филигранная работа которая очень выгодно подчеркивает такой вот сексуальность силуэт лена уже сказала что здесь очень круто архитектура юбки это действительно видно особенно потому как именно ложится драпировка на этой юбке дальше будем просматривать много разных драпировок и это точно одна из лучших вот здесь если не лучше да вот здесь видна кропотливая работа топ кстати это наверное одна из каких-то странных тенденций этой красной дорожки много кто выбирает вырезы достаточно глубокие и низкую посадку вверх и что визуально опускает грудь и делает ее вообще не на месте здесь это прослеживается но не слишком сильно портит образ юбка вообще вытягивает все просто и и цвет и особенно то что она на фоне вообще вытягивает кэри конден потрясающим желтым мне кажется это классика оскара просто здесь есть и именно выделение цвета до цвета очень тоже подходит именно ее типажу и этой классный не кричащий пастельный желтый который смотрится гораздо выигрышнее чем когда звезды выбирают какой-то странный канареечный кричащий желтый цвет плюс драпировка ну и конечно выглядит просто великолепно это сдержанные но отличные варианты для красной дорожки и дальше у нас моника барбара мы влюбились в этот образ с леной на пару да это кстати тоже платье от элиса тот же дизайнер в котором была кара дельвинь почему мы вспомнили об этом но здесь уже другой характер вот это парадоксальное сочетание цветов цветов и текстур и она подобрана просто как-то феноменально вот такой пастельный голубой цвет и бордо ну то есть в моем понимании это не сочетать это несочетаемые цвета ну по крайней мере очень сложно как-то скомпоновать но здесь это выглядит просто роскошно да я почему-то вспомнила что такое сочетание цветов ну плюс-минус похоже очень было популярным году 2013 14 где-то следующий на сальма хайк горячая мексиканка это выглядит очень классно как будто бы сочетание такой греческой статуи но в стиле диско весело задорно с пайетками особенно в проходке зная характере сальма хайк какие на шутки просто морит обожаю его выступления где-нибудь на там saturday night или каких-нибудь еще как он рассказывает свои угарные истории и акцент очень хорошо идет очень хорошо идет ну в общем она любит выделяться и она умеет это платье отлично подчеркивает ее характер такой горячей женщины кейт бланшетт в луи виттон да мы поставляем мемчики мемчики про то что занавеска какая-то просто бархатная но на самом деле кейт выглядит прям как какая-то монументальная статуя очень красиво и там даже горделиво но собственно на кейт выглядит практически все красиво по городу раз подплечниками которая добавляет красивую драпировку но смысле дает возможность эту драпировку в принципе сделать это все так красиво лежит и в жизни юбка тоже темно-синего цвета что дополняет да не так сильно рубит как на фотографиях плюс на фотографиях конечно фотошоп цвет корр и так далее ну вот это второе мое платье из раздела фаворитов просто великолепно классик классическая классика это джессика чистый не тоже в гуче она любит классику постоянно если увидишь она вот это голливудская волна красная помада приталенные какой-то силуэт у нее красивая такая женственная фигура она себе не изменяет и это хорошо потому что ее образы всегда смотрятся выигрышно элегантно красиво очень женственно вот кстати про гучи как смотрелось на сами хайк вообще что было на заказать от гучи что здесь на джессики чистый два супер разных образа супер разных характеров и это очень круто дженнифер конноле в луи виттон фаворит это мой фаворит я просто обожаю ну во первых дженнифер она сама по себе она очень такая худенькая стройная такая прям хрупкая девушка и вот эта архитектура она подчеркивает ее статность нравится как вообще сочетаются ее косточки с косточками самого платья в общем это очень очень красиво да тут тело и платье играют в такую игру какой-то графичности и получается очень выигрыш и ничего не отвлекая только у нее есть какие-то кольца и все даже я не вижу сережек на самом да тут даже гвоздиков незаметно и строгий такой пучок ну шикарно ну и звездочка буквально риана в своем любимом алая риана у нас сейчас задает какие-то тренды тренды вообще на беременность риана в своем стиле кожа полупрозрачная сетка разрезы на бедрах да ну красиво такой тренсектор не для всех сто процентов но это мне то стиль мне так нравится что вот сейчас в том числе благодаря риане беременность показывается не как то что ты должен закутаться в какие-то мешки и там быть абсолютно каким-то расплывшимся облачком нет она показывает всю сексуальность вот этого периода очень красиво да вообще смелость это хорошее позволение и сейчас у нас начинается второй блок мы решили отдельно выделить звезд азиатских культур азиатские актрисы какие-то медийные личности они выбирают большинстве своем достаточно сдержанные образы не кричащие вы не увидите их в каких-то прозрачных платьях в каких-то супер невозможных разрезах до попы нет у них будет достаточно все сдержанно возможно будут конечно акценты или открытой части тела но это все будет вот чинно и 1 у нас здесь это актриса фан бен бен в тони вард спорный образ на просторах интернета но нам очень нравится мне очень нравится этот зеленый цвет этот благородный изумрудный не вот этот трендовый кричащий а-ля ботега который был популярен несколько лет назад но это очень красиво это все тоже вот архитектура драпировок все эти складки этот классный шлейф и она выглядит как фарфоровая кукла буквально во всем этом обилие ткани и даже как вот фигурка знаете музыкально эти шкатулки фигурка крутится это вот какой-то такой подарочный даже образ и мне нравится как сочетается ее бледная достаточно для азиатской женщины кожа вот таким серебром и ты правильно сказала изумрудом это выглядит очень богато азиатская аристократичность до сандра о и это просто о цвет сложный такой горчично горчично желтый охарис какой-то да это так круто сочетается с ее кожей вот прям я сандро обожаю еще с времен убивая его и это вот прям в ее каком-то стиле нравится эта прическа такая возможно даже небрежная но она правильно небрежная и продумано небрежная и это очень хорошо к ней подходит да это прическа отлично сочетается со всей вот этой кажущейся небрежностью платье да как будто бы ткань просто куда-то подоткнули но смотрится великолепно все эти драпировки я большой любитель таких платьев драпировками они скрывают мне кажется вообще все что надо скрыть и они так выгодно всегда выставляют фигуру жанет янг мечта сороки она наверное очень хотела чтобы ее украли с красной дорожки здесь все блестит платье в блестках клатч страза браслет туфли в общем все собрано если бы на самом деле цвет самой ткани платье поменяет на какой-нибудь чистый черный или например чистый белый было бы гораздо гораздо лучше а так похоже на термопакет к сожалению он начал правда это наш тоже фаворит это вот не такой наивный какой-то розовый глубокий благородный цвет очень освежающий платье само по себе она напоминает по крою вот традиционное китайское платье шлейф очень классно его дополняет да без шлейфа платье тоже максимально самодостаточное и очень красивая но шлейф добавляет трендовость стиля вообще соответствие тому что на красной ковровой дорожке ну на шампанской ковровой дорожке извините конечно это виниловая бахрома на так классно играла и в цвете и это что-то вот что-то немножечко о том чем была сальма хаек про игру света про игру текстур это все очень выгодно подчеркнули без шлейфа это было бы все таки больше вот это оксана ссылка к традиционному а так это прям изюминка степени сью и валентина это первый приз выпускного платья до и первые издали удачную драпировку вверх платья сшит абсолютно как-то несуразно коца видно что это сшито не качественно нет возможно в этом была задумка но выглядит со стороны это именно так как будто бы кто-то что-то тяп-ляп немножечко сшил хотя ну понятно валентина большой дом до речи об этом не может идти но внешний вид не очень наш победительница это мишель не у диор заслуженно она получила оскар за фильм все везде сразу фильм выиграл практически все номинации их актеры в том числе очень такая летящая легкая перья на платье только добавили этого эффекта и причёска тоже такая легкая одухотворенная 10 баллов фюзажистом и стилистом по волосам за дополнение образа но минус балл за дурацкую сетку которая держит платье мы очень советуем сленой посмотреть фильм все везде и сразу на наш взгляд он правда заслуженно получил все свои награды но если вы смотрели вам не понравилось поделитесь с нами что именно следующий блок но это микроблок звезды которые появились в трендах мы выделили двух особенных оливия уайлд да и вот этот тренд на супер мини лиф лиф бюст у некоторых это просто ложки фильтры бляшки у шанель это просто вот кругленький стекине до забыла снять до из соляря выходила чем было там и осталось но у оливии уайлд это все выглядит достаточно органично она в целом еще худенькая броска это выглядит ярко это выглядит смело но не через чур смело какие-то у нее такой полубунтарский стиль несмотря на возраст несмотря на ее пост то есть уже не актриса режиссера но здесь конечно платье от габриэла херст выглядит потрясающе не так внешность которая позволяет такое носить потому что у нее острые скулы точеная прям выделены как будто выделены из камня из мрамора вот это лицо она острая и вот нечто острое в внешности в одежде это прям хорошо к ней не приходит у меня она ассоциируется только с одной ролью на самом деле в сериале доктор хаус где она играла такую жесткую девушку до скрытную со своими всеми секретами тайнами и как будто бы этот образ вот за ней переходит она не изменяет своим смоки нормально классно ставим лайк hunter шофер в платье от андами мейстер это моя любовь конечно с сериала эйфории шикарно мой личный взгляд если честно это совершенно не образ для дорожки да это был образ на вечеринку от vanity fair после уже самого оскара но это слишком смело хотя с такой фигурой вообще что угодно она еще вышла и у нее такая горделивая осанка такой взгляд такой хищный если бы она была в картофельном мешке он был бы тоже очень 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 классно очень шикарно следующий нас уже более крупный блог это наш прекрасный полу мужчины остин батлер сэм ларон вне стареющая классика оскара даже не знаю что сказать интересно что у него борта да они это или кожа или атлас или атлас тюма привлекает внимание но еще и работа его стилистом по волосам такой полурокерский образ видимо отсылает нас к его образу элвиса пресли в одном из фильмов почему бы нет дуэн джонсон скала буквально скала зефира и ну или не знаю как по другому назвать мне кажется это полный провал и бабочка и розочка и платочек и все это на фоне вот такого атласа шампанского не то причем не то персиковый не то и цвет шампань на разных фотографиях по разному смотрится но везде если честно не очень реально он как с выпускного вот такое ощущение что он на пару со со стефани сью идеальная пара стоит конечно отметить что этот цвет очень выгодно подчеркивает его цвет кожи не на этом все на полу искал кучи и в украшениях картия если противовес дуэн джонсон у здесь бабочка с розочкой они хоть как-то до играют вместе причем это немножко нас отсылает к общему тренду к тому будем говорить позже этой красной дорожке к классическому голливуду немого кино кого-то все-таки у мужчин были в моде более свободные костюмы да речь не идет о брюхах палацци которые здесь надеты на поле но тем не менее харви гилье кристиан сирана понимаете на оскаре должен быть такой человек почему-то он не напоминает киркорова вот это просто знаете вышел и я звезда я звезда но только тут как будто из ковра кристиан сирана это тот дизайнер который выиграл проект подиум и в дизайне остался но не все его образы хорошо подходят на красную дорожку на этом оскаре были еще от звезды в его нарядах которые смотрелись гораздо лучше но не вошли в нашу подборку не лучших не худших явно это не про этот образ а лени кравец это моя любовь так же как и его дочь и зои рокерская натура лени она никуда не уходит никогда даже вот этот крест мне нравится и я бы даже представила его в этом образе фильме про фильме голодные игры было бы круто было бы очень круто короткая он там все равно тоже короткая стрижка шам младший мой топ среди мужчин потому что это и культурная такая акцентуация это сочетание классического этого пиджака с традиционным традиционными до акцентами это очень красиво и я хочу еще у вас отдельную оду воспеть жакету да помимо того что он в некоторые традиционные такой и вариации но еще его ворот его борта это асиметрия всем тем кто говорит что мужской костюм это очень скучно несовременно пожалуйста одна из вариаций того как можно разнообразить даже традиционный мужской костюм хороших образов правда это прям такое роковое такой вампирский какой-то это отсылает нас к показу когда правда выпустили звезд мужчин в своей коллекции такие злодеев да мне кажется великолепный образ и однозначно смотрятся ботинки но это тренд это мода и это правда а к нам присоединился наш третий соведущий знакомьтесь и персик лоренца цурцова в гучи насколько разный спектр у гучи мне очень нравится это классный блеск не через чур отлично дополняет мужской костюм он не знаешь напомнил маленького принца вот эти завитки романтичные вот как будто возрослевший маленький принц мне единственное что здесь смущает этот свет сорочки он уходит в серый да немножечко портит все рис фельдман мы не знаем в костюме от какого дизайнера но это моя любовь просто попадание 100 из 100 я обожаю этот деконструктивизм это опять отсылает к тому что можно сделать с классическим мушным костюмом чтобы он выглядел интерес круто я бы носила это однозначно надо его разделить но это уже будет другой передача а сейчас тоже микроблок супер микро но о котором просто необходимо сказать это можно пары рито ора дайка войдите это ее платье это срыв всего но все таки все таки здесь именно рито ора блестит да он ее он все таки ее аксессуар здесь и он абсолютно правильно сделал что дал ей блистать на этой дорожке потому как она и затмила бы его в любом случае в чем бы он не пришел это какое-то воинственное средневековье это галлиумском обравлении и кстати открывает нам тренд на корсеты а вторая пара это джо джонас и софи тёрнер фи в луи витоне до джо джонас бд я даже не знаю что комментировать не знаю мне очень нравится это восторг особенно костюм джо я влюблена здесь есть вот это легкое какое-то да такое звездное сияние за счет вот этих пайеток вот и они достаточно мелкие и они не в нагромождении друг с другом и это очень красиво конечно смотрится так россыпь мы переходим к последнему разделу худшие образы красной дорожки не надо так одеваться пожалуйста джеймили кертис дольче кабана да тут к сожалению сыграла против нее практически все что в нем есть это полупрозрачная ткань которая выдает белье под платьем сетные косточки которые вообще должны были быть гораздо ниже наверное целью преследовалась создать фигуру песочных часов это провалилась из-за неправильной посадки платья руни мара в александр маквин само по себе платье она конечно красивая такой стиль наташи ростовой но руни мара она даже ростова она очень сутула и она как будто покажется пузатенькой вот такой скрюченной женщиной хотя на самом деле она очень красивая высокая статная да еще есть ощущение что вот эти вот плеч они как будто бы еще больше тянут ее вниз как будто бы еще сильнее это показывают особенности ее телосложения и диверны выведом пайетки здравствуйте игра фактур слишком мне кажется сильная тут пояс по фактуре отличается от верха шлейф от пояса и прическа косички ну кому он косичь ему не здесь к чему образ проигрыш не очень сильно кричащий ни о чем его лангория а платье прямого кроя как и было там популярного 20 и она совершенно не красит я в лангорию к сожалению несмотря на то что это за храм рад я это не идет плюс этот в глубочайший вырез который тоже влияет на то что грудь выглядит ниже чем хотелось бы не подчеркивает ее силуэт совершенно плюс непонятный декоративный элемент в виде треугольника в самом ненужном месте такое ощущение что велико как будто бы даже зоя салдана фенди на подиуме это платье выглядело очень эффектно может быть потому что его проутюжили ну это прям какая-то ночнушка вот встала только и пошла к сожалению колье выглядит очень дорого-богато а вот платье дорого-богато не выглядит а следующее это да мы даже долго комментировать это не будем кровопролитие пайеток ну просто кровоточащая рана у меня в голове песня у ленинграда такая ты ба ба бом причем вообще непонятно как может быть от прада это платье и то невероятное потрясающее розовое платье да у хонгчао также как мы говорили о том какой разный может быть гуччи также здесь можно сказать разным может быть прадо холибери 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 в тамара ральф грустно что-то розочки 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 о дайте-ка мы сюда поставим розочки красивое белое платье надо как-нибудь его испортить и здесь платье проигрывает тем что эти розы сидят еще и на сетке и это видно на бедре при ближайшем рассмотрении а такой глубокий разрез тоже не особо выигрышно смотрится может быть если бы это было джейлов но это не джейлов она очень круто смотрелось на модели на женщинах более реалистичным типом фигуры вот как бы по-другому она смотрелась например без этих роз просто вот такое белое платье это моя отдельная боль флоренс пью валентина к сожалению я не понимаю кто стилисту флоренс пью нет смысле я знаю кто стилист но я не понимаю что они с ней делают это уже который выход в котором она проигрывает очень сильно здесь платье немножечко напоминает не часть образа которая была у фан бин бин зеленый да вот этот изумрудный потрясающий шлейф но какая разница там было и ткань лучше она не выглядела такой мятой такой пожамканной грудь как будто бы не то она больше чем этот лифт не то и и куда-то не туда сносит она смотрится сильно ниже чем должна быть но я ставлю плюс балл за ожерелье джулия гарнер в white платье хомут это вы знаете вот у меня папа любит на эти после ванны выйдет и вот скрутит это полотенце вот так вот и идет и чешет это еще полуголое платье там полупрозрачная ткань которая старается выделить все что можно выделить мы уже говорили раньше про жан-батист вали и мы опять возвращаемся к нему и на этот раз в нем или сам выльянс вот сандра о жан-батист и элисон сожалению выглядит как будто бы она и большое под нее не подогнали просто это платье поэтому сетка со всей этой красивой вышивкой не просто висит плюс дополнение этот огромный шлейф розового зефира не то ну что пришло время подводить итоги официально у оскара нет тематики как например у мэтт галла тем не менее видно что всем звездам всем гостям всем стилистам были разосланы определенные какие-то комментарии по поводу дресс-кода и все это в общем слилось в такую тематику каких-то двадцатых годов двадцатых-тридцатых годов прошлого века и что можно наверное сравнить с золотой эпохой немого кино которая как раз пришлась на те периоды и собственно с самим началом оскара как такового стиль арт-деко двадцатые-тридцатые годы это очень особенно платье например его лангории вот эта архитектура так ну и следующий тренд за арт-деко он как бы преследует предыдущие это поедки и много много блеска поедки это очень сложный вообще материал они достаточно объемные и не всем подойдут то есть если есть например выраженный лишний вес то поедки наоборот сделают из девушки какой-то огромный шарик до диска шарик который будет крутиться вот но зато были примеры на оскаре где поедки выигрышно смотрелись например софи тёрнер или салма хаек не говорю про то красное вот это вот как раз можно сравнить их плохой пример и хороший пример неплохое сочетание пайеток и следующего тренда на русалочье платье было у кейт хадсон ну и следующий тренд как я уже сказала русалочье платье были очень на многих девушках которые пришли на эту церемонию оскара и потом на автопати были в самых разных вариантах до связано ли это с тем что вот вышел фильм русалочка хотя сама русалочка была не в русалочем хвосте но тоже как и принцесски да с вот в корсете таком по с полупрозрачной тканью вот как раз то еще один такой тренд корсеты такие они конечно были уже давно популярны и и они добавляют такой романтичный романтичного бунтарства что ли и они очень красиво конечно смотрится во многих образах да и это удивительно потому как этот тренд шоу в противовес двадцатым годам где были более прямые силуэты еще один тренд это платформа до странных тупик платформе до платформа как-то вернулась вот эти стрипы копытца в каких-то образах они были уместны и в каких-то абсолютно нет да вот насчет уместности это конечно то о чем мы говорили сегодня это образ кара дельфинь в принципе там эти туфли вы выглядели неплохо хорошо и и рост и добавляли и все это очень хорошо сочеталось так как в тоннула а вот насчет неудачных это флоренс пью эти черные туфли возможно даже от versace и вот это обрезающие ноги юбка черная с черными вот этими огромными туфлями ну такое все выглядело максимально и диспропорционально ну и последний тренд это розочки страшный сон розочки здесь 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 везде а если розочки еще в стразах и в пайет вода это топ везде все везде и сразу и в розочках совпало название победителя и характеристики самого оскара вот наверное что писали всем в пригласительных все везде и сразу дресс-код все что было все что будет но хочется от оскара видеть некую такую современность оскар он все-таки демонстрирует фильмы актуальны какие-то проблемы и хочется саму церемонию награждения видеть тоже актуальной нашему времени те же самые пайетки можно было сделать из эко-материала который вот недавно выпустила в своей коллекции стелла маккартни да это полностью биоразлагаемые пайетки тоже красивые блестящие но при этом они экологичные и они в тренде очень странный такой получился флёр у этой красной дорожки как будто бы хотели на церемонии оскара совместить их классику да вот эту эпоху немого кино все красиво с шиком с блеском и современные тренды модные но как не получилось не зашло все как будто бы немножечко пошло не в ту сторону что друзья подошел к концу наш обзор ставьте лайки подписывайтесь ставьте колокольчики надеемся что вы напишите в комментариях понравился вам наш обзор или нет что вы сами думаете по поводу этой ковровой дорожки смотрели его фильм все везде и сразу ну и что будет следующем выпуске вы уже отчасти знаете а мы с вами прощаемся на этом всем пока пока